Игра против 19 ранга, у меня 16. Когда-то мы раньше играли, по-моему, даже в тесте встречались. Посмотрим разницу в карточках умений. Для этого надо посмотреть скорость захвата контейнера. Итак, 41 секунда. Я захвачу примерно, наверное, на 45. Нет, не получилось. Еще раз покажем. Итак, 56 секунда. Ну, получается, где-то 5 секунд мне надо для захвата. Посмотрим, сколько противнику. 16 секунда. Захватывает он на второй. То есть, мне надо 5 секунд, ему надо 6. Ну, по карточкам умений, в принципе, неплохо всего противника. Думаю, эта ветка 9 точно есть. Идет сбор контейнеров, естественно, спам койотов. Мне хватает ресурсов, потому что карта большая, и на следующий уровень штаба это крайне важно. Без быстрого выхода в следующий уровень штаба, собственно говоря, тяжеловато играется на самом деле. Чувствуется, что скорость развития слабенькая. А так мы за счет этого ящичка поставим себе и заводы, и штаб у нас будет улучшен, и 7С. В общем, играть можно. Смотрим, что у противника. Ну, тут есть циклон, молот, тайфун, поэтому реализовать свои койотики я не могу. Ну, раз не можем, значит, отправляем пехоту по кустам, и пока что, насколько это вообще возможно, те же центры. Ну, попутно избавляемся от циклона. Хотя, я думаю, что особо удивить противника мне нечем, потому что нужно понимать, что, ну, увидит у меня туман. Да, ну, а то, да, если не будет туман, ну, такое. Ну, выходить в туман я пока что не могу. Все-таки там более высокий ранг, это бесполезно. В первой атаке явно будет у противника определенное преимущество. Вот уже появляются казармы, либо тяжелая пехота, либо огнеметчики. Однако, повторюсь, строить снайпер я не могу. И здесь четвертый уровень штаба. А я только сейчас выхожу. Тем не менее, у меня три ягуара. Здесь, скорее всего, зевсов будет, ну, там всего-то одна-две штучки. И снова попробуем взять контейнер, насколько это вообще возможно. Чтобы выдержать первую атаку, надо строить стрекозы. Даже если там будут тайфуны, ну, вы все равно успеете продамажить несколько молотов. А тайфун все-таки, ну, не наносит никакого урона по наземке. Поэтому это хорошее вложение ресурсов. Даже если там тайфуна будет, ну, очень много. По крайней мере, вы выиграете пространство для маневра, да. То есть молоты не смогут уйти. Вот здесь тайфун далеко, молоты находятся здесь. Их можно перехватить. И вот минус один молот. Да, пожалуй, все. Минус один молот тоже неплохо. Но и потеряли мы одну стрекозу, поэтому нормально. По ресурсам, по крайней мере, плюс-минус одинаково. Ну и выходим в Левика. В Левика как можно быстрее, раз противник идет на нас, то на 11-й минуте у нас уже должно быть в 16-м ранге фул КО. Ну, с тем учетом, что мы хорошо забрали ресурсы, и карточки дают чуть побольше. Заранее добавляем себе казармы, СДшку, и будем закрываться. Ну и опять же повторю, что надо занять более-менее хорошую позицию. Вот тут есть зевсы, есть огнеметчики, молоты, тайфуны. Все по фэншуе, так сказать. Надо бы этот молот забрать. И выдвигаем Левика вперед. Куда бить абсолютно не важно, главное нанести хоть какой-то урон. Даже если мы уничтожим пару юнитов, это уже будет плюс. Но желательно, конечно, избавиться от тайфунов. Раз. Ну, почти упали юниты. Ну, два тайфуна продамажены, один зевс тоже. И вот видите, противник выдвигается в армию вперед, а мы будем встречать его, ну, собственно говоря, стеночками и стрекозами. При этом стараемся как можно дальше держать наших ягуарчиков и отстреливать молоты. Если их будет, конечно, немного. А с тем учетом, что зевсов там всего-то несколько штук. Ну, может быть, четыре, может быть, пять. Но это не угроза, от них можно убежать. К сожалению, не до контроля. Тайфун все у нас забрал. Но молотов осталось совсем мало. Соответственно, банально за счет до заказа можно будет выдержать атаку. Две казармы у нас были спереди. Да, мы их потеряли, но это все равно урон. Лёвик здесь почистил все тайфуны. Ну, а здесь надо выдержать удар. Спамом стрекоз. Отлично. Завод выдержал. Можно выходить в туман. Скоро у нас будет пятый уровень штаба. И снова мы их будем забирать в центр. Ну и попутно надо посмотреть, что у противника на базе. Расставляем стрекозы. И идем на разведку. А здесь уже завод героев. Ну, неприятно, конечно. Ну, в принципе, шестнадцатая минута, поэтому нормально. Снова разведочка. Снова встречаем противника на центре. Одиночный юнит. Это герой. И смотрите, какой мощный урон уносит левиафана. Раз. Очень мощный урон. Качайте по ложку. Она не особо эффективна против вертекса, но против одиночных юнитов, например, как циклон, срабатывает на ура. У нас есть крот. До этого мы его позволить себе не могли. И сейчас уже состав армии немного меняется. Строим мы снайперов, ягуары и туман. То есть, первую атаку мы выдержали и осталось встретить героя противника. Ну, герой прокачан. С учетом того, что на такой дистанции выбиты ягуарчики, то это 100% минимум третьего уровня герой. Стараемся подходить там, где нет тайфуна, но тайфуны везде. Поэтому, скорее всего, левик я сейчас потеряю. Но мы играем за счет позиции. Вот. Мы будем встречать противника. И желательно выбить бы вот этого героя, но вряд ли это получится. Вот минус крот, к сожалению. Но и минус герой. Всей ягуарами, всей техникой будем любить именно героя. Потеряем сейчас левика. Ну атаку мы выдержали. И тут остались голые зерсы. Без счета будет противнику тяжеловато. Пожалуй, что надо снова построить героя, крота, без них уронные. Мягко говоря, незначительные. Держимся центра. Копим массу. И надо бы выйти уже в наступление. Но вот с какой стороны без разведки тяжело. Снова встречаем героя. Снова у нас есть пару стрекоз для уничтожения. Ну и дикообраз добавляет еще немного урона. Я думаю, там Серафим, скорее всего, не особо прокачен. Потому что так легко мы и стрекозы не должны справляться. Выдвигаемся вперед. Там, конечно, есть пехота, но у нас есть снайпер. У нас есть левик. Поэтому можно встретить противника вот здесь. Даже с тем учетом, что он на холме. Бумс, ударил герой. Здесь юнитов у меня вообще не было. По чистой случайности. И надо перегруппироваться, на самом деле. Бумс. Все, теперь надо текать. Потому что вся армия выходит вперед. И мы ягуарчики, скорее всего, сейчас быстренько растаем. Все, убегаем. Снова раскладываемся. Снова пытаемся выбить именно героя. Он, скорее всего, не под щитом. Все, мы его забираем. Тем более, еще у нас здесь турельки удачно расположены. И надо перегруппироваться. Лечим левика. У нас фулкло, но... Даже с тем учетом, что вроде бы армия большая. Но особо-то техники нет. Там много зерцев, щиты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как можно было сюда подойти? Ну, считайте, плохо пресснуть от огнеметчиков. Так себе, на самом деле. Но уже неплохо. Продамажили. Это примерно будет то же самое, что и юниты без щита. Но можно их полетить. Раскладываемся. Надо авиацию отнести назад. Бросаем банку. Но толку от нее будет никакого. Так как все мои юниты находятся, ну, очень далеко. Левик наносит минимальный урон. Мы сейчас его потеряем. Вот грады появились. Но... Вот здесь-здесь находится туман отвлекающий. А вся моя армия находится достаточно далеко. И тем не менее, урона недостаточно. Надо добавить еще одну турельку. Сами по себе турельки, они не особо прочные. Но когда класс у вас пятый уже, то ставятся они достаточно часто. Поэтому в сражении можно добавить себе и четвертую, и пятую турельку. Зевсы мне наносят урон. Не знаю, где находятся мои ягуарчики. И мы забираем всю эту армию. При этом у меня 136 ПО. И в принципе, сражение я выиграл. И вон можно просто надевать противника. Хамеонов желательно иметь с собой штук пять. Снова выходит противник вперед. Не дает мне его окружить. Но будем его встречать уже с этой стороны. Но уже явно оппонент поплыл. У него есть щит, у него есть зец, даже драк. Но сейчас уже ресурсов на героев нет. Снова у нас появляется Левиафан. Хрот находится далеко, к сожалению. Турельки ему не помешали. И тогда ударим зажиком. Насколько это вообще возможно. Перегруппировка. Штукозы уже не нужны. Зря противник вперед. Я думаю, что на этом моменте компьютерат подумал, что я потерял достаточно много юнитов. Но ничего подобного. Ну и заходим уже на холм. Занимаемся тут более-менее хорошей позицией. Перезарядилась у нас способность Левиафана. Желательно стрелять как можно чаще, даже если мы не наносим много урона зданиям. Ну и здесь уже явная доминация с моей стороны. Есть грады, есть зецы. Но мы сейчас будем забирать электростанции, заводы и там производство будет послабее. Мы все ресурсы на карте забрали мы. Пожалуй, кроме этого контейнера. Который нам уже не нужен. Три турельки под туман. Ну и все. Доштриховать осталось. Ну что ж, пишите ваши комментарии. Надеюсь, вам бой понравился. Буду стараться играть почаще против рангов повыше. Бои иногда бывают интересные. Но тяжелые. Тяжелые. Такое – это что ж! Сохраняя! Тяжелые.